Иностранные победители конкурса «Лидеры России» смогут получить гражданство нашей страны в упрощенном порядке. Об этом рассказал первый замглава администрации президента Сергей Кириенко. Он объявил о старте международного трека конкурса. Все подробности у Евгении Чирочкиной. Россия открывает большие возможности для русскоязычных иностранцев. Сегодня представляют новое восьмое направление конкурса «Лидеры России» – трек «Международный». Он создан для тех, кто хочет ближе познакомиться со страной или вовсе переехать, получить здесь образование и остаться работать. Когда мы запускали этот проект, он был ориентирован на граждан Российской Федерации. Мы столкнулись с тем, что у нас появилось значимое количество соотечественников за рубежом, которые гражданами России не являются, но которые очень хотят принять участие в конкурсах. Причины этому разные. Причина первая заключается в том, что многие и соотечественники за рубежом, и, кстати, не только соотечественники, очень такая большая армия студентов вузов, которые заканчивали, то есть они граждане других государств, не являются соотечественниками в этническом смысле слова. Язык учили здесь, в России, когда приехали поступать в высшие учебные заведения. Это иностранцы, выпускники российских вузов. Конкурс «Лидеры России» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для руководителей нового поколения. За три года в нем приняли участие больше пяти миллионов человек, в том числе иностранцы практически из 70 стран мира. Специальное направление поможет уравнять шансы на победу среди участников. Министр иностранных дел и по совместительству председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Лавров в видеообращении во время презентации проекта подчеркивает, «Россия открыта для всех и возможности обрести свое место в большой стране есть у каждого». В международных делах мы продвигаем объединительную, устремленную в будущее повестку дня. Успешно развиваем разноплановое сотрудничество со всеми зарубежными партнерами, проявляющими встречный интерес. Особое внимание уделяем развитию образовательных, гуманитарных связей, контактов между людьми. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств. Видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. Принять участие в международном треке конкурса может человек из любой точки мира. Главные условия – претендент должен быть не старше 55 лет, иметь иностранное гражданство и управленческий опыт не менее двух лет. Финалисты смогут претендовать на получение вида нажительства в стране или российского гражданства в упрощенном режиме, а также образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Все конкурсанты международного трека будут проходить тесты интеллектуальных способностей, тесты управленческого потенциала, а также специально разработанный для них тест на знание истории России, культуры, географии и экономики нашей страны. Понимаем, что придут на конкурс те, кто любит нашу страну, кто ценит нашу культуру, хочет работать в нашей стране и способствовать развитию России. Регистрация участников на трек «Международный» открывается сегодня на сайте «Лидеры России.РФ» и продлится до 26 апреля. В течение этого года будут проходить несколько этапов конкурса. Суперфинал состоится в Москве в марте 2022. Евгения Чирочкина, Дмитрий Найда, Надежда Слугина. Вести.